доброе утро так сегодняшнее слово это глава 13 1 послание к олимпинам стих 7 любовь всему верит честно говоря сложно для меня утверждение сложнейшие может быть может быть одно из самых сложных впрочем в целом то что здесь говорится в 13 главе это высочайший божий стандарт вот то есть любовь и не не ищет своего и не раздражается это тоже все сложно вот но я не идут сложно применить так как нужно но вот любовь всему верит тоже какая-то прям сложная сложность честно говоря потому что сразу возникает вопрос как я могу всему верить а вокруг столько лжи вокруг столько там обмана вот даже самые близкие пытаются норовят тебя все время в чем-нибудь объегорить но в мелочах конечно же но бывает бывает я имею ввиду что но какие-то вот такие жизейские мелкие мелкая ерунда вот которые очень бывает обидны то есть там ребенок двойку умолчал двойки умолчал там и и прочее то есть как вот в этих условиях любовь всему можно сказать что любовь всему верить или нужно всему верить именно это утверждает что если я люблю кого-то говорю что люблю кого-то должен любить кого-то то получается я должен верить ну что это означает мы попросту доверять то есть если человек говорит так как что-то утверждает вот значит она есть детеныш сказал что у него все хорошо и двоек нет ну значит так и есть вот хотя это бывает не так иногда не говорю что естественно часто но иногда бывает как же быть как же быть как живут с этой заповедью быть никак не быть то есть в общем то нет здесь никаких хитростей то что я перечислил вот этот подозрительность или цинизм который мы время от времени проявляем в общем то будем говорить правильно будем смотреть правду глаза это есть не любовь просто надо называть вещи своими именами потому что любовь действительно всему верит вот что это означает не только слова не только словам но имеется ввиду что любовь верит тому что например у человека который оступился или который что-то сделал неправильно ну допустим были самые лучшие побуждения то есть любовь мыслит таким образом она выделяет ищет в человеке самое лучшее то есть если сказал значит так и есть любовь верит если сделал что-то значит действовал из лучших побуждений если это не для нас чем-то плохим оборачивается или в целом действительно начинает ну вернее оказывается плохим и человек или обманул там и так далее то любовь доверяет человеку все равно и думает что человек действовал на самом деле из лучших убуждений из старался по крайней мере да по крайней мере старался здесь конечно же стоит разграничить если мы говорим о любви к людям то это то что я перечислил если мы говорим о любви к богу то здесь должна быть абсолютно безусловная абсолютная такая любовь вера которая не требует доказательств бог нам эти доказательства естественно представляет предоставляет то есть бог естественно не отключает не хочет чтобы мы отключали разум но все-таки все-таки часто нам не хватает вот этой вот детской веры детской веры которые дети часто проявляют ну вернее все время проявляет к своим родителям вот папа что-то делает ребенок там допустим до какого-то времени допустим там лет до семи до шести он верит этому абсолютно то есть значит так надо даже если ребенку неприятно даже если что-то плохое с ее точки зрения происходит но у ребенка есть вот это отношение абсолютной веры дальше это все ломается даже дальше дети начинают разум включать вот в общем-то и мы не не бываем несовершенно как родители но до какого-то момента повторюсь это где-то 6 чуть может быть раньше 7 может быть позже но 6 плюс минус год это абсолютная вера что родители все делают правильно все вот так и надо значит иногда здесь расстраиваются по этому поводу но тем менее вера это есть абсолютно вот не хватает нам часто это вера по отношению к богу потому что бог говорит например ну в своем слое много чего говорит много чего обещает но они всему этому мы верим вот так просто просто без условий без поиска доказательств без подтверждений просто вот господь сказал и я успокоюсь этим словом господь говорит я буду этого ожидать и все баста вот слишком часто мы позволяем своей голове возникать с этим сомнением просить как гидеону бога там доказательств каких-то помните эту историю да не знаю не хочу судить гидеона то есть правильно он поступил неправильно но очень уж это похоже именно вот на такой вот дополнительный поиск доказательств то есть он не поверил просто слово а давай бог такой еще испытаний устроим а давай такой еще испытаний устроим повторюсь не хочу судить не было его шкуре вот может быть перед лицом такой великой опасности и такой большой ответственности я тоже как-то там очень попросил у бога доказательств но возможно это вот именно вот это некое не не недоверие то есть по отношению к богу должно быть вот такая абсолютная вера вера его словом вот по отношению к людям но давайте рассмотрим несколько примеров того как это насколько это неприятно то есть первый пример самый такой это конечно же иов первый в хронологическом порядке я имею ввиду когда друзья в ответ на все реплики они продолжали изыскивать что-то плохое в нем продолжали утверждать что нет нет иов не может такие не могут такие испытания брошиться на правильного человека на человека который ни в чем не виноват значит есть грешок значит что там скрыл что там делал неправильно какая-то гниль в тебе все-таки есть то есть они прям убеждали его в этом они тратили время речь и свою тратили на нубране иова наносили рано иова то есть утверждая что он таки не прав что он не может быть человек не может человек попасть в такие испытания если он будет с ним все будет нормально будет стараться жить правильно вот и в конце концов иов им сказал что это на двадцать первый стих двадцать седьмой ой двадцать первая глава двадцать мой стих я знаю ваши мысли ухищрения какие вы против меня сплетаете то есть иов знал от сердца этих людей и не было приятно понятное дело то есть вот она отсутствие любви она такое отвратительное в общем-то гаденькая и в конце концов сам бог сказал что вы господа товарищи говорите обо мне не так верно как раб мой иов то есть сам бог осудил подход этих людей и сказал что они неправы еще один вопиющий пример это конечно же все то что происходило с иисусом то есть все те чудеса которые творил дела которые там иисус делал фарисе пытались вот как-то очернить они изыскивали неправду то есть пример одного такого пьющего события лука 5 глава 20 стих это когда иисус исцелил парализованного человека поднял его на ноги и сказал что ну вот прощаются тебе грехи вернее он сначала сказал что прощаются тебе грехи и они сразу стали говорить что он богохульствует то есть вот пример такого отношения то есть голова не работала другую сторону что ну что вообще-то иисус тоже был евреем и он вообще-то знал о том что означает ли вот эти слова о том что прощать грехи может только бог и во всеуслышание такие слова как говорил один очень такой уважаемый мной автор христианских книг ну когда человек говорит такие слова очень серьезные делать заявления то здесь всего лишь три варианта первый вариант он лжец сознательно вводит всех заблуждение второй вариант он безумен и он не понимает что говорит не отдает себе отчета и не чудо ответственность за свои слова и третье иисус есть то что он утверждает первые два утверждения в пух и прах раз развенчиваются его жизни таким то что не был лжецом и не был безумцем это абсолютно ясно но вот то есть такое ясное четкое великое учение не оставил ни один пророк и никто них он не хочет умирать за свою ложь то есть лжец он найдет способ как этого избежать а не пойти сознательно на крест поэтому здесь в общем то все было очевидно иисус был богом и этой фразой он лишь это подчеркивал но фарисеи не хотели включать голову и не хотели думать об этом именно так они сразу начали искать повода ну там и продолжали искать повода и убить его или козни строить подловить на слове то есть они искали в человеке самое худшее и мы видим что они это делали не по любви это не есть любовь и не забота о нации как они вот это представляли иногда но это была чистейшей воды ненависть поэтому слово это на самом деле очень трудное для применения любовь всему верит попробуйте это применять в жизни не знаю это трудно но повторюсь это тот стандарт который господь нам дает и нам нужно стараться нам нужно просить у господа вот такой вот великой любви которую он в общем то испытывает к нам проявляет нам даже не испытывает а проявляет нам и в подтверждение этих слов подтверждение этой идеи над этой заповеди господней о том что любовь всему верить можно привести слова которые записаны так извините забыл где они записаны то есть мы помним что господь проявляет человеку благодать и работ его не заканчивается с человеком до момента его смерти то есть до тех пор пока божья благодать открыты для человека неудача человека не может быть окончательно до тех пор пока благодать божья действует а она действует до конца дней человека неудача человека не может быть окончательно подумайте об этом на досуге вот и если господь покрывает грех человека Ну, естественно, когда человек раскаивается, если Господь принимает человека в любом состоянии, то кто мы такие, чтобы подозревать и относиться с цинизмом к словам других людей? Отец наш Небесный, научи нас, Господь, Твоей, вот этой великой любви. И если мы боимся этой любви, эту любовь проявлять, дай нам мудрости, Господь, для того, чтобы правильно отвечать всякому. Но в целом, Господь, ты видишь, что, я думаю, нам не хватает именно этой любви. Нам не хватает не мудрости, чтобы распознавать, нам не хватает именно любви. Благослови, пожалуйста, нас такой любовью, научи нас, дай нам сил. Во имя Иисуса Христа. Аминь.